МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Двигателя внутреннего сгорания По его естественным элементам и модулям В прошлой программе мы говорили О бензонасосах О бензиновых фильтрах и так далее В этой программе я предлагаю Рассказать нашим слушателям о том Что из себя представляет поршень На который одеваются какие-то кольца И все это там бегает туда-сюда Многократно за одну секунду Внутри двигателя и так далее Бесконечно интересная тема Согласен От выбора поршней Очень здорово зависят Характеристики двигателя и его надежность Почему? Потому что Что такое поршень? Это у нас, ну, допустим Представим себе шприц Шприц каждый человек видел То есть у нас есть трубка В которой ходит что-то Которая плотно прилегает К стенкам этой трубки Вытягиваем Соответственно создается разрежение И в этот шприц, допустим Попадает какая-то, ну, как бы Рабочая среда Примерно та же самая ситуация Происходит в двигателе У нас есть чугунная или стальная Труба цилиндров В которой ходит поршень, как правило Из алюминия Который, соответственно Уплотняется вот к этой трубе Чтобы не дать возможность Газам, которые у нас Образуются при сгорании Убежать по щелочкам У нас есть система Система, которая работает Поршень относительно цилиндра Имеет уплотнение У нас поднялось давление Над поршнем Давление поршня не столкает Соответственно Газы не должны пробегать Между поршнем и цилиндром Не пускают их поршневые кольца Поршневые кольца Сделаны из хитрых разных сплавов Бывают там стальные Там чугунные Разно всяческие Вот Соответственно Они живут в канавках поршней Кольцо плоское, да Которое запихнуто В щелочку в поршни Ну такие шайбочки как бы Ну типа шайба, да Соответственно Если у нас поршневые кольца Износились У нас получается Что газы Вместо того, чтобы толкать поршень Они пробегают в щелочку Уходят во внутрь двигателя И там Либо уходят на улицу Либо выносят масло Туда, куда не надо То есть у нас Часть этих газов Которые мы должны использовать Они потерялись впустую Дальше значит Есть кольца компрессионные Про которые мы поговорили Которые газы держат Да, то есть Не дают газам убежать Есть у нас Кольца маслосъемные Для чего нужны маслосъемные кольца А мы знаем Что в моторе у нас есть масло Масло там Смазывает всяческие детали Оно в разном виде Там капельном В сболтерном Парах Там и прочее В чем угодно Оно садится Допустим На поверхность цилиндра Под поршнем Да И когда поршень идет вниз Он это масло должен счищать То есть Чтоб оно не оставалось В том районе Где оно может сгореть Иначе у нас будет Расход масла Это тоже нехорошо Вот Соответственно У нас У колец Две задачи Первая Держать давление Вторая Не давать маслу Сгорать Но это два разных кольца Да Это как правило Три разных кольца То есть Есть Кольца компрессионные Которых обычно два Бывает Комбинированное Компрессионное Второе кольцо Которое со скребком Еще И кольца Ну там Либо пакет колец Либо одно кольцо Ну маслосъемное Которое Счищает масло И заставляет Это масло В дырочке Вовнутрь поршня Сливаться Чтоб оно падало вниз Зачем это надо? Это надо для того Что у нас В большинстве моторов Есть форсунки Которые Дают струю масла На поршень На тыльную сторону Поршень Тем самым Они забирают Масло забирает тепло Поршень охлаждается Все смазывается То есть все работает Долго и счастливо Слушай А в двигателях Внутреннего сгорания В автомобилях Примерно такая же ситуация Это я к тому Что масла же Есть специальные Для автомобилей Специальные какие-то Для мотоциклов Которые может быть Как-то по-особому Держат температуру И так далее Слушай Ну глобально Мотоциклетные масла Отличаются от автомобильных Тем что там нет Ну именно в мотоциклетных маслах Там выкинуты Антифрикционные присадки Чтобы не проскальзывало сцепление Потому что В очень многих мотоциклах Масло одно и то же Смазывает не только сам мотор Но и трансмиссию сцепления И если соответственно В масле в этом будут У нас модификаторы трения Они приведут к тому Что диски сцепления Будут проскальзывать и сгорят То есть вот мотоциклетное масло Имеет недостаток Вот этих модификаторов трения Вот У Harley совершенно другая история Там обычно три разных масла То есть каждое масло В своей полости Там моторное работает в моторе Сцепленческое в сцеплении Коробочное в коробке Про поршни Они кленовидной формы То есть конусные даже немножко То есть у них верх Немного меньше по диаметру Чем низ Для чем это сделано? Сделано для того Чтобы скомпенсировать Температурное расширение То есть верх поршня Где у нас горит Всякое в цилиндре То есть он нагревается Больше чем низ Естественно У нас есть у поршня Две половинки юбки Которые прижимаются К стальной гильзе Соответственно Они тепло отдают в гильзу То есть А верх Вот это вот Посередине блюдца Да Над которым происходит сгорание Оно как бы Контактирует только С горячими газами Соответственно У него температура По-любому выше Чем у юбки Соответственно Должно планироваться то Что оно будет расширяться От температуры Больше чем низ Поэтому У поршней Низ всегда шире Такой морковкой Чуть-чуть Да Типа морковкой Да Значит соответственно Кольца тоже должны Температуру терпеть Не должны От температуры Портиться И терять свою упругость На самом деле Очень много Потерь по трению У нас возникает В цилиндропоршневой группе Потому что Вот эти вот Поршневые кольца Они подпружинены И они В стенке цилиндров Сильно очень упираются Чтобы не дать Газам Прорваться мимо Мастерская Басмача А как добиться Чтобы оно терлось Но не стирало Друг друга Очень часто Используются Чугунные гильзы В которых Много Графита То есть Ну Который соответственно Там дает возможность Скользить Потом значит Поверхность гильз цилиндра Она всегда ханингованная Там есть царапины В которых Немножко масла есть Которые значит Соответственно Дают возможность Скользить Потом подбирается Материал Поршневых колец Чтобы соответственно Там скольжение Было пара Трения Чтобы была удачная Вот И Ну наверное Это Как бы почти все То есть получается Чудо чудное Вроде как трется Железо об железо Но друг друга Не портит и не стирает Чудо чудное Однозначно Да Потому что они Реально долго работают При правильном выборе А вот говорят Еще закисают Кольца Вот такое бывает Явление А это вот допустим Мы имеем ситуацию Когда у нас допустим Маслосъемные кольца Плохо работают То есть масло Остается на стенках цилиндра И оно попадает Под компрессионные кольца Соответственно Попадает на поршень Оно все разогревается До безобразия И масло Летущие фракции Испаряются И возникает смола Которая потом спекается И они Подвижность Соответственно Вот этого узла Поршневого кольца В канавке Они полностью выбирают И кольцо уже не уплотняется Тогда еще под вопрос Говорят, что для лечения этого Достаточно залить волшебную присадку Которая все там Это дело откиснет И все опять будет здорово Да пес его знает, Саша Это специалист Я напомню По двигателям говорит Не знаю Я не практикую такие вещи У меня таких нету То есть Ситуации Поскольку Я считаю, что мотор Должен нормально работать Он должен работать На хорошем масле Которое не должно Давать вот это закоксовывание Вот Есть Архиважная Вещь Это форма цилиндра Любой производитель техники Дает обязательно Допуск на Конусность цилиндра Ну или на бочковидность То есть на изменение его диаметра Дает Допуск на овал То есть насколько Некруглый может быть цилиндр Допуски эти Для Харлеев Если не память не изменяет Там в пределах Пяти или семи сотых Миллиметра Сотых То есть производитель Предполагает, что все равно Износ будет какой-то Производитель пишет Что если у вас Аут оф раунд Семь соток Выбрасывайте Цилиндр нафиг Почему? Потому что Допустим У нас поршень Хорошо уплотняется В том месте Где диаметр чуть-чуть меньше Он спустился В то место Или попал Где диаметр чуть-чуть больше У нас разошелся Замок кольца То есть стал зазор больше Либо Допустим Цилиндр имеет там яйцо И у нас Поршневое кольцо Уплотняется Не по всему периметру А где-то возникают щели И щели эти дают Прорваться Соответственно Газам Которые нам Должны делать работу Они Совершенно отвратительно Потеря мощности Потеря Да Потеря характеристик Помимо того Всего Они значит Еще и выносят масло Как правило То есть у нас Ну как устроены Современные моторы У нас есть Картер двигателя Да Который Под поршнем живет Картер этот Должен вентилироваться Потому что там Накапливаются Какие-то газы Которые прорвались Куда они Как бы деваются В старых машинах Которые там До евро норм Они выходили на улицу В современных В современной технике Подумали Что как бы Загаживать вот этими газами Нехорошо Улицу Давайте-ка мы Все вот эти пары Там этих масел И прочее Которые бежали Возьмем То есть сожжем То есть этот шланг Приводится Во впускной коллектор К воздушному фильтру Соответственно Допустим У нас избыточный прорыв газа Да То есть он выносит Капельное масло Это капельное масло С газами попадает С выхлопными Во впускной коллектор Воздушный фильтр Попадает над поршнем И сгорает там Благополучно То есть у нас Получается Во-первых Часть мы свежего воздуха Заместили Вот этими Прорвавшимися газами Где кислорода мало Во-вторых Мы еще загадили Вот этим маслом Соответственно Ну как бы там Потроха двигателя Условно говоря И ситуация получается Совершенно безрадостная Вот А это поэтому получается Что вот эти вот двигатели Которые Производитель пытается довести До определенных норм Экологических Они как правило Вроде бы как Должны быть бы Помощнее А они все задушенные Это вот оно и есть Да? В принципе Это тоже может влиять Потому что Чем ты делаешь Более форсированный мотор Тем Больше шансов Того что прорыв газов будет Мы значит Должны Знать Что у нас Сопряжение Цилиндра с поршнем Должно быть идеальное Ну или близки к идеальным Это момент номер один То есть допустим Мы точим цилиндры У дедушек Но в конторе Которая работает Уже несколько десятков лет В Санкт-Петербурге Вот И они нам дают Точность расточки В полторы сотых миллиметра То есть я после того Как цилиндры у них забрал Примеряю сам Нутромером И действительно Все укладывается То есть вопрос Здравствуйте Это 1,5 Сотой миллиметра? Это значит У миллиметра Сто сотых Ну как бы Односотая Из них полторы Полторы сотки Точность расточки То есть это 15 микрон Получается Это хорошая точность И именно поэтому Мы ездим на другой конец города И возим эти цилиндры Именно туда Другой момент Что Харлей Достаточно любопытная Хреновина У которого Цилиндры Меняют Свою форму От Сборки То есть Когда у нас Цилиндр зажат Головкой цилиндра То есть Вся сборка поджата Соответственно Затянута На моторе И то что у нас Цилиндр вынутый У них будут размеры разные Забавная ситуация Это именно Харлеевская такая Фишка Не знаю Косяк не косяк Именно поэтому Цилиндры Должны растачиваться В специальной оснастке Которые имитируют Стяжку Вот эту вот Рабочую нагрузку У нас эти Стресс-плиты Называются Стресс-плиты Ну стресс-плиты Которые зажимают Соответственно У нас эти стресс-плиты Есть Если мы меряем В стресс-плитах Цилиндры А потом меряем Без стресс-плит Разница идет Около 0,05 мм То есть Мы берем деталь Снимаем ее С двигателя С мотоцикла И видим Что это идеальная труба Например А потом Если мы соберем Болтами стянем Как надо С прокладками Со всеми И так далее И заглянем внутрь Мы уже там Трубу идеальную Не увидим А какую-то искаженную Как правило Достаточно Саша И дорогие слушатели Увидеть Внутреннюю поверхность Цилиндра И по ней По состоянию Внутренней поверхности Уже будет Более или менее Очевидно Чего мы можем ждать Вот Всегда То чем в стресс-плитах Еще один нюанс Что под Разные производители Разные производители Поршней Из разного материала Требуют Разные зазоры То есть И причем Эти зазоры Должны быть Там Выполнены В пределах Одной Двух сотых Миллиметра Соответственно Очень важно Обращаться К тем Специалистам По мех Обработке Поскольку Мы не можем Объять Необъятное И все Специальные Работы Не можем Производить В одном месте Очень важно Иметь Конторы В которые Ты можешь Приехать Поставить Им задачу И проверить Что получилось И оно Получается Хорошо Потому что У меня были А мы вырастучим Все нормально И получается Полная ерунда То есть Это Деньги на ветер Просто выброшенные Получаются Вот Еще есть Момент Важный Это Помимо того Что мы выставили Зазор Поршни Относительно Цилиндра Чтобы Соответственно Поршень Разбух Ровно настолько Чтобы Не было прорыва Газов Чтобы он уплотнился Чтобы было хорошо Но чтобы не было Натяга И чтобы он не стирался Ну то есть Понимаете Масло чтобы снимал Хорошо У нас Алюминиевый поршень Должен увеличиться В диаметре Чтобы выбрался Зазор Но чтобы При этом Не было натяга Чтобы он не тормозился Да То есть По идее То есть Это вот Должна быть Некая золотая То о чем мы говорили Скользить Чтобы идеально Скользил И Следующий вопрос Что А вот у нас Поршневые кольца Которые в этом поршне Которые соответственно Греются Они же тоже нагреваются И металл тоже удлиняется То есть У него тоже Температурное расширение есть И мы приходим К следующей Очень важной Вещи Это к выставлению Правильных зазоров В поршневых кольцах Мастерская Басмача Куча производителей Нормальных поршней И поршневых колец Всегда подразумевает Подгонку Зазоров В поршневых кольцах Под конкретные задачи То есть Там есть В комплекте с поршнями Всегда есть табличка Там указано Дорожное использование Гонки Кольцевые гонки Турбонаддув Нитрос Там и прочее И под них дается Разные совершенно Зазоры в поршневых кольцах И зазоры в поршневых кольцах Должен организовать Ну обеспечить Именно сборщик мотора Потому что Если он это дело Пролюбит То возникнет Либо ситуация Когда зазор слишком маленький И кольцо разбухло Оно начинает Стирать цилиндр То есть понимаете Ему удлиниться некуда Да То есть получается Расклинивание Либо там будет Избыточный зазор В который будет пропускать Нужные газы на волю Которые Нам даже работать А не убегать А как ты в обычной жизни Это решаешь Надо консультироваться С человеком Прежде чем собрать двигатель То есть ты у него спрашиваешь Вы будете гонщиком Или вы будете быстро ездить Или вы медленно Стиль езды тут Зависит это как-то Слушай Ну Большая часть людей Попадает под Обычную дорожную Как бы схему Ну как бы Зазор настройки Поршневых колец Соответственно Тут очень важно Ты поскольку Ты это вручную Подгоняешь Очень важно Не спилить лишнего Потому что Приклеить обратно Тоже не получится Да То есть здесь Это очень кропотливая работа Где Допустим В большинстве Моторов Которые мы делаем Там выставляется зазор 0,45 миллиметра 0,43 миллиметра Это как делается Это значит Соответственно Мы берем цилиндр Вставляем туда кольцо Выставляем его ровно Чтобы оно было Перпендикулярно Осе цилиндра Замеряем щупом Зазор В замке кольца Смотрим Какой зазор Снимаем это кольцо Зажимаем его В специальную оснастку Подпиливаем торец кольца Оно должно быть Перпендикулярно На самому кольцу Значит Подпилили Вставили опять Опять промерили Опять подпилили Опять вставили Опять промерили То есть это такая Кропотливая работа Которая обычно Занимает около часа У нормального Квалифицированного человека И за этот час По идее Получается нормальный зазор И не получается Испорченных колец Давай немного О самих поршнях Вот ты говоришь Делается из алюминия А какие они вообще бывают Можно ли опять же Поменяв только поршни Например Ну может быть с кольцами вместе Как-то радикально Улучшить работу двигателя Или ухудшить Поршни у нас В основном Используются кованые То есть Это получается Уплотненные ковкой Почему Мы их используем Потому что Те поршни Лучше держат Повышенные нагрузки Они более прочные Они держат Свою форму лучше Есть куча разных мнений Кованые поршни Хорошо Кованые поршни Плохо Но опыт показывает Что они там Тысяч восемьдесят Сто километров Спокойно все выхаживают И никаких проблем С ними нету Ты говорил алюминиевые Алюминиевые То есть алюминиевые кованые Да Кованые алюминиевые поршни Вот И они отлично выхаживают И все с ними хорошо А вот верхняя поверхность Этого поршня Она какая-то тоже странная С какими-то там Изгибами С какими-то такими Ямками Или мне показалось Слушай Они бывают разных видов То есть Во-первых Там делают лунки Чтобы клапан Не бил В нищу поршня А прятался в своей лунке Бывает Что у поршней Делают горб Который Служит Для того Чтобы степень сжатия Повыше Ну чтобы вытеснить Еще дополнительное количество Смеси Чтобы меньше объем был Но это все Очень индивидуальные Как бы вещи О которых Наверное Сейчас разговаривать Принципиально Наверное Смысла нет У меня были случаи Когда мне не удалось Собрать мотор На поршнях Одного производителя То есть Они были не кованые Это были поршни Кейби Пистонс И у меня Постоянно задирало Поршня в двигателе Я не знаю То есть Я собирал мотор Я обкатывал его На стенде Аккуратно 700 километров На нем проехал На стенде И имел Точно так же Задранный поршень Как и в первом случае То есть И я решил Что моя жизнь И как бы Про продукты И этот производитель Да Этого производителя Они больше не будут Вместе пересекаться Никак Вот И Вот уже мы Наверное Лет Эдак Около Четырех Очень плотно Пользуемся Поршнями фирмы G.E. Pistons Американской И Вайсека Просто надежно То есть Они хорошо сделаны Они хорошо работают С ними Не было У меня проблемы Но ни в одном моторе То есть Они держат И повышенные Тепловые нагрузки И высокие обороты И никаких Скажем Нюансов Не было Вот Любопытно Что допустим Харлей продает Как тюнинговые поршни Там Скрименигловские Свои Поршни Фирмы Фирмы Мале Которые Ну Тоже Достаточно Известный Мировой Производитель Поршни Но там Они не кованые Они какие-то там Из своего хитрого Сплава делают Серенькие Такие Ну В принципе Вот и все То есть Не ведитесь Ребята На дешевизну Есть чуваки Которые Очень рекламируют Вот эти вот Поршни Которые Задирают Будьте бдительны И не давайте Маху Ну Можем мы посоветовать Нашим слушателям Хорошего давления В ваших поршнях Или это опять Как-то звучит Двусмысленно Александр Это был Слава Басмач С рассказом О поршневой Группе О поршнях Непосредственно До новых встреч И спасибо за лекцию Рад поболтать Особенно По делу Всего хорошего До встречи В следующих Эфирах До свидания Мастерская Басмача Очень легко Найти в интернете В гугл-картах Или в яндекс-картах Она однозначно Найдется Без всяких вариантов Коломяшский проспект Дом 10